Друзья, всем привет! И как вы догадались из заголовка, в этом ролике мы поговорим про скидки на модельный ряд от компании Volkswagen. Прямо сейчас мы находимся на севере Москвы, куда мы приехали к одному из официальных дилеров с целью купить здесь сегодня новенький Volkswagen Passat. Довольно-таки редкий автомобиль. Почему? Я вам расскажу в этом видеоролике. Плюс к этому мы пройдемся по всему модельному ряду Volkswagen и я вам расскажу, какие возможно скидки получить в текущем месяце, в ближайшее время, когда же выгоднее покупать сейчас или дождаться февраля-января месяца следующего года. В общем, в этом ролике будет только полезная информация, никакой каши по тарелке. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Итак, мы с вами перемещаемся к одному из официальных дилеров Volkswagen. Почему мы приехали сюда? Мы зашли на официальный сайт Volkswagen, там есть возможность посмотреть наличие комплектации, у кого, у какого дилера есть машина. В силу того, что мы приехали за довольно-таки редким экземпляром, это самая топовая версия Volkswagen Passat с мотором 1.8. Она есть только у одного дилера. Всего таких машин к этому дилеру привезли две. Одна машина простояла 200 дней, вторая машина, за которой мы приехали, она стоит здесь уже 100 дней. Таким образом, цена на эту версию 2 миллиона 608 тысяч рублей, с учетом того, что дилер на нее еще там повесил различного рода доп. оборудования, но, естественно, это доп. оборудование уходит в подарок. Мы купим этот автомобиль со скидкой минус 333 тысячи рублей. В общем, вот она, наша ласточка стоит, ждет нас, 100 дней уже стоит. Passat в среднем 15 штук продается вместе с мотором 1.4. То есть машину, в принципе, берут, она подешевле, но вот этот вот 1.8, зверь редкий. Но, видите, на любой автомобиль всегда есть свой клиент, который хочет купить себе машинку. Вот такой салончик, сидение спортивное, airline. Вот, кстати, обратите внимание, здесь стекло идет двойное лобовое, то есть оно с подогревом. Что это значит? Здесь нет нитей. То есть ты смотришь на него, ничего нету, но оно с подогревом. Оптика диодная. Напишите ваше мнение в комментариях, кто бы взял. Кто бы взял, кто бы хотел заиметь такой себе автомобиль. За мотор 1.8, Passat топовый, ну, 2.300, далеко не каждый будет готов отдать. Есть другие варианты, есть другие альтернативные варианты. Можно купить тот же Tiguan, уже паркетник, уже с полным приводом. В общем, друзья, что мы сейчас будем делать? Приедет человек, который будет покупать этот автомобиль в кредит. В силу того, что этот автомобиль никому не нужен, нам кредит сразу согласились рассчитать на честных условиях. Никаких доп. оборудований, доп. пакетов нам в него вкладывать не будут. Лишь бы купили, лишь бы забрали. Мы сходили в кредитный отдел. Информация следующая. Друзья, вот когда машина нафиг никому не нужна, условно, вот две машины. Сразу все считают по-быстрому, честно, даже ничего не навязывать, не предлагают. Вот смотрите картины, я вам показываю. Для чего я вам это показываю? Чтобы вы запоминали, куда смотреть. Название автомобиля, дальше его полная цена. Первоначальный взнос, это остаточная стоимость. Мы просим рассчитать нам кредит со остаточной стоимостью. Потому что задача у человека закрыть его в первый год. На 36 месяцев у нас ставка получается 14,7%. Платеж получается 16 843. Мы все перечитали на калькуляторе и все совпадает. Соответственно, никаких подводных камней в кредите нет. Мы заполняем заявку, будем ее подавать. И хочу немного добавить от себя. Всем тем, кто переживает, что на канале теперь будут только ролики про скидки на автомобили. Нет. Мы будем снимать на разные тематики, с чего мы начинали. Тест-драйвы про недвижимость. Очень интересно, я считаю. И полезно, самое главное, про путешествия, если вдруг куда-то удастся полететь. Про автомобили в целом. Ну и самое главное, дневник BMW, который я купил специально для эксплуатации зимой. В общем, друзья, будем продолжать. Лайк, подписка, обязательно. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости по каналу. Что будем снимать, как, о чем, ваше мнение, ваши советы. Все там. Мы продолжаем. Ну что, друзья, мы с вами начнем с самой простой версии Volkswagen Polo. Ценник вы все можете посмотреть на официальном сайте, потому что, сами знаете, цены постоянно поднимаются. На них акцент сейчас делать цифру в цифру я не буду. Факт в следующем. В среднем с кузова вы можете скинуть 20-30 тысяч рублей смело. 50 это реально будет уже круто. Плюс ко всему подарки. Всегда ситуация разная. Вы должны понимать, что по рынку вы можете полазить, побегать, найти более привлекательные комплектации для всех. Соответственно, машина стоит дольше. Машина может быть с ПТС, поэтому на нее скидка будет чуть больше. На популярные версии, когда на них повышенный спрос, на них, естественно, могут навешивать допы. На них, естественно, будут совсем другие условия. Поэтому вы должны иметь в виду, в среднем для вас в голове на эту версию, ну, 30-50 тысяч рублей. Это из реального. Поэтому, понятное дело, что я бы вам мог сказать 100 тысяч рублей, но я бы наврал. А так я говорю по-честному, как есть. Мне кажется, самое время добавить жирцы. Присаживаемся с вами в Турег. Друзья, вот это очень частый вопрос. Сколько можно скинуть с Турега? Ну, смотрите, ценник на автомобиль начинается, если я не ошибаюсь, от 4,5 миллионов рублей. А то даже вот 4,800. Старт. Естественно, комплектацию можно найти и за 6 миллионов рублей. Поэтому скидка здесь реальная в районе 300-400 тысяч рублей. Ну, 500 тысяч, это, смотрите, опять же, с течения обстоятельств можно найти полмиллиона запросто. Ну, не то, чтобы запросто, побегать придется. Но, опять же, вы не забывайте о том, что если машина стоила по комплектации 5,5 миллионов, и вам ее отдают за 5 миллионов, ну, не знаю, для кого-то это, наверное, существенно. На мой взгляд, в большинстве из нас это, ну, да, здорово, пофиг. Если бы было бы так, что он стоил бы, допустим, 3,200, а его отдали бы за 2,200 со скидкой миллион, как это может быть с Audi, вот это уже другой разговор, было бы поинтереснее. Машина, конечно же, жирная, комплектации все наборные, все как везде у VAGA, поэтому имейте в виду. Но, в целом, на 300 тысяч рублей смело можно рассчитывать по всем комплектациям. Ну, и, конечно же, самый популярный автомобиль, про который чаще всего спрашивают, которым люди интересуются больше всего, это Volkswagen Tiguan. Друзья, давайте здесь по порядку. На более простые версии, которые вообще могут быть там с механической коробкой передач с передним приводом, в простых комплектациях, подчеркиваю, на них можно скинуть 70-100 тысяч рублей плюс подарки. Сеточка, какой-то пленкой морду, например, затянуть, либо фары, защита картера, какие-то дорожные наборы, в общем, все это можно выпросить запросто в подарок. Комплектации более жирные, но редкие. Знаете, бывает такое, что привозят дилеры машины, для того, чтобы они были, а они особо спросом не пользуются в силу дороговизны, в силу того, что может быть цвет неудачный. Ну, бывает такое. Вот на них реально добиться скидку под 300-400 тысяч рублей. Подчеркиваю, 400 тысяч рублей, это прям бинго, это прям вау. Это нужно будет побегать. В среднем, вот на такие комплектации, запросто, я думаю, по телефону вам уже будут говорить. 180-200 тысяч плюс подарки, приезжайте, будем договариваться. Ну, вот если выжидать, бегать, это вот та самая история, как вот с Audi Q5. Многие сейчас пишут, 2,650, да они на вторичке, там, с 17-го года с пробегом по 20-40 тысяч торгуются по 2,700, по 2,800. Да, такое бывает, но это очень редко, подчеркиваю, никто из других дилеров такую цену не поддержал. То же самое может быть и здесь. Но для того, чтобы вам давать конкретику, вот средние комплектации примерно 150-250 тысяч рублей. 200 тысяч сбить запросто. Ну, 400, это уже, конечно, будет сложнее, но можно. То есть, это предел, скажем так, такого, чтобы вы на Тигуан сбили полмиллиона, но, конечно же, такого никогда не будет. И отталкиваясь даже на ваши комментарии, можно сделать вывод, что машина интересна, она востребована. Вообще, в целом, модельный ряд Volkswagen интересен, модельный ряд Audi интересен, когда люди узнают о скидках. И знаете, что я вам хочу сказать? Вот помните, вот Андрей, подшивала фон же Ярдрейс, снимает ролики, показывает то, что, например, у Audi проблемы могут быть с гарантией, BMW калининградской сборки, моя, оказывается, это аналог BMW. Кого это останавливает? В основном, это останавливает людей только в комментариях, что, ага, я вот думал, что себе взять, BMW или Audi, ничего брать не буду. По факту, все те, кто приезжает, вот я вам с вами делюсь просто опытом и наблюдением, спрашиваешь, ты смотрел ролик? Да, смотрел, что по этому поводу думаешь? Печально, досадно, но денежки понес в кассу. Поэтому вот такая картина. Могут быть проблемы с гарантией, могут тебя бортовать, но при этом люди как покупали, так и продолжают покупать. В общем, имейте в виду, что на весь модельный ряд скидки есть где-то больше, где-то меньше. Опять же, все зависит от условий сделки, трейд-ин и кредит. Мы не рассматриваем это отдельная история для борьбы с дилером. Мы продолжаем с вами дальше. Мы сейчас отправляемся на выдачу нашего автомобиля. На данный момент пятница, раннее утро, я здесь уже с 7 утра, потому что блондин человек ответственный. Договорились быть к открытию, я уже был с открытия. Пойдемте забирать наш автомобиль и продолжать дальше. Ну а вы, друзья, поставьте на паузу и напишите в комментарии, что вы думаете по поводу этих скидок, какой бы автомобиль вы взяли. В общем, выскажите ваше мнение в отношении модельного ряда Volkswagen. Все подарки, которые обещали, проверяем. Ковры вот эти вот ворсовые, изначально они в комплекте идут. Соответственно, нам кладут резиновые. В общем, процесс, на самом деле, все как обычно. Проверили, чтобы не было мелких сколов, царапин. То, что могли сделать, когда уже машину мыли. По всем остальным вопросам, вопросов нету. Обращаю ваше внимание, да, 17-е колеса тут скажут, а почему не 18-е, не 19-е? Вак. Все наборное, все по опции, можно собрать абсолютно любой автомобиль. Вот эта машина, если сейчас пробежаться по конфигуратору, собрать ее, говорю, вот она по комплектации может приблизиться там 2 900, то есть к 3 миллионам рублей. Мы с вами, наконец-таки, переходим к оформлению по кредиту. Друзья, вот, смотрите, я вам показываю все цифры. 2 миллиона 275 тысяч стоит машина. У нас первоначальный взнос 1 миллион 200 тысяч рублей. Мы в кредит берем 1 миллион 75 тысяч рублей. Остаточный платеж 819 тысяч на 36 месяцев. У нас первый период по 18 710 процентная ставка 14 5. Мы переходим к процессу оплаты. Человек пошел оплачивать, оплачивать он будет карточками. То есть в этом салоне при оплате картами никакой комиссии нет. Но при оплате наличкой комиссия есть. То есть везде всегда все по-разному. Друзья, смотрите, напоминаю вам, что при оформлении кредита нам изначально сказали 10 тысяч за оформление кредитного договора. Это то самое, о чем я вам периодически рассказываю. То, что когда вы приходите в салон, условия могут быть и серии тут десяточка, там пятифон, там пятифон и того. Набегает двадцаточка в сторону дилера. Мы, естественно, этот вопрос решили. Таким образом, мы за эту сделку ничего не платим. Мы только оплачиваем все наши счета и после этого двигаемся дальше. Тот же самый момент из сказка. Изначально нам здесь сказка предложили то ли 51 тысяча, то ли 54. Мы нашли ее за 45. Соответственно, мы будем делать ее по этой цене. ОСАГО, ценник на данный момент пока что везде одинаковый. Впереди реформа ОСАГО. То есть цены будут разные. Но сейчас мы покупаем ОСАГО также здесь. В любом случае, всегда нужен глаз да глаз, потому что менеджеры, понимаете, они тоже ошибаются. То есть они за вашими паспортными данными никак не следят. То есть сейчас у нас, например, мы сверяем договор купли-продажи. Там телефон не человек, а мой телефон. После этого мы говорим, так, у нас в доплате миллион двести. Но у нас в доплате миллион сто восемьдесят пять тысяч. То есть минус 15 тысяч, которые мы занесли. Не скажи ей, она бы дала счет на миллион двести. Поэтому все, нужно следить, не нужно расслабляться, носить вальяжно и думать, что вот-вот сейчас ты поедешься на новой машине. Глаз да глаз и внимательность. В общем, ситуация следующая. Все, мы вышли на финишную прямую. Все документы мы подписали. Мы теперь ждем только гарантийное письмо от банка. После чего человек расписывается в ПТС. Ему выдают ключи. Подписывает акт приема передачи. Ему аккуратненько автомобиль выгоняет. Вот здесь у них стоит зона выдачи. Вместо этого Тигуана он выйдет и он поедет домой. Ну что, друзья, наш ролик с вами подходит к концу. Я задал вопрос человеку, почему Volkswagen Passat 1.8 настолько редкий зверь? Ну, как вы видите, даже на редкий автомобиль всегда найдется свой клиент. До этого у него была джета с мотором 1.4. Он хотел Passat. Ни на что другого он больше не смотрел. Соответственно, мы говорили дилеру, давай 2 миллиона, 2 сто. Нет. Цена финальная. Соответственно, на любой товар есть свой покупатель. Друзья, напишите обязательно в комментарии, какая машина вам нравится из всего модельного ряда Volkswagen. Я знаю, что наверняка это будет Тигуан. Вот честное слово, непредвзято отношусь к машине. Но на мой взгляд, я в него сажусь. Вот вообще к нему душа не лежит. Я видел однажды его в городе в белом цвете с черным сочетанием. В R-Line. Вот эта самая дорогая версия. Неплохо смотрится. Но вот в обычную садишься, ну как-то так. В любом случае, на вкус и цвет товарищей нет. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Имейте в виду, что на весь модельный ряд можно торговаться и можно экономить ваши денежки. Обязательно подписывайтесь на инстаграм канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока.